Сегодня мы открываем новый цикл лекций «Богословский художественный язык иконы», который ведёт Ирина Константиновна Языкова. Напомню, что в ходе лекции, если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, напишите их в чат, мы ответим на них в конце, если на это останется время. Спасибо, добрый день. Сегодня мы с вами посмотрим, как в иконе отразилось православное мировоззрение, точнее, как икона сама является собой визуальный образ нашей веры. Веры православной. Ну, если начать с самого начала, что называется, от печки, от зарождения христианства, то надо вспомнить, что христианство родилось в еврейской среде, в иудейской. Первые апостолы были евреи, и для них, конечно, существовал запрет на изображение, по крайней мере, на изображение Бога и сакрального. То есть могли быть орнамент в Иерусалимском храме, могли быть какие-то растительные мотивы, но не человека, тем более Бога, особенно даже животных не было и так далее. То есть в самом начале как бы об искусстве не идет речь. Но когда христианство стало распространяться, ну, в основном, трудами апостола Павла, также других, конечно, апостолов, по Римской империи, то появилась необходимость вот в этом языке, в языке визуальной проповеди. Тем более, что, как бы, зерно проповеди падало на подготовленную культурную почву. Древний мир, Греция, Рим – это, конечно, культура, визуальная культура изображений. И поэтому уже со II века мы видим в христианстве зарождение изобразительного искусства. Зарождается оно, можно сказать, глубоко под землей, в катакомбах. Ну, во всяком случае, катакомбы нам представляют самые первые образцы христианского искусства. Еще мы не можем говорить о православии, ортодоксия – это термин уже IV века, но тем не менее, вот как по притче, зерно, которое пало в землю, то есть действительно глубоко под землей оказалось, где гонимые христиане часто спасались, здесь появляются первые изображения. Сегодня археологи и историки имеют разные представления, были ли богослужения такие, ну, с Евхаристией полностью, да, вот такие литургии в катакомбах, или здесь проходили только поминальные богослужения. Ну, во всяком случае, катакомбы – это место захоронений, и вот только что мы видели вот эти вот галереи, в которых захоронения были в стенах, и в катакомбах есть такие, так называемые, кубикулы, такие комнаты, расширяющиеся пространства, где стояли, как правило, в аркосолях саркофаги. Вот считается, вроде, что на саркофагах мучеников совершается первая литургия, но какие-то исследователи говорят, что здесь были только захоронения. В любом случае, первые изображения, вот в этих кубикулах, они связаны с христианской проповедью. Вот здесь мы видим катакомбы Петра и Марцелина, здесь ветхозаветные изображения, но появляются и новозаветные изображения, и они связаны с Евхаристией. Здесь и сами трапезы изображаются, и символы евхаристические, вот рыба, например, и хлебы. Ну, о рыбе мы сейчас еще особо поговорим, но, тем не менее, мы видим, что христианское искусство появляется уже как выражение проповеди. Вот тем людям языческой культуры, которые воспитаны на изображениях, изображениях, конечно, языческих, вот христиане через эти символические изображения рассказывают о своей вере или выражают через это уже собственную веру, когда язычники принимают христианство и стараются, так сказать, уже использовать тот язык, который им привычен. Что касается рыбы, вот это стенка саркофага, примерно 3-го, начало 4-го века, где мы видим двух рыб и якорь. Вот, и сверху написано «ихтюс зонтон» – «зоу» – жизнь, «зонтон» – живода, несущая жизнь. «Ихтюс» – по-гречески «рыба». Вот первые христиане это слово рассматривали как такой первый символ веры, зашифрованное или сокращенное, типа окра стиха, или аббревиатура, как хотите, фразы. «Иисус Христос, теус иус сотер» или по-русски «Иисус Христос, Божий Сын Спаситель». И поэтому рыба для них была обозначением Христа, якорь – обозначением надежды. Вот, и то есть через это искусство мы видим, что в ранний период зарождается вот этот символизм, который потом, собственно говоря, расцветёт и в иконописи. Ещё один пример – это катакомбы Прескилы, 3-й век, где изображён добрый пастырь. Опять же, для людей языческой культуры этот образ был знаком, потому что так часто изображали древних богов, как пастухов, гермеса так изображали. Но для христиан этот образ толковался в связи с евангельским образом Христа, доброго пастыря. Потому что сам Христос говорит о себе «я есть пастырь добрый». И поэтому это было привычно для язычников, но уже нагружалось новым смыслом. И вот так постепенно, постепенно, вот ещё один добрый пастырь, такая маленькая фигурка сейчас в Ватиканском музее, которая тоже найдена в римских катакомбах. Кстати, катакомбы были не только в Риме, но и в других местах. И просто римские катакомбы нам дают самый богатый изобразительный материал. Когда христиане получили свободу, это было в 313 году, известный миланский эдикт Константина императора, они стали строить храмы. И сюда перекочевали те же самые сюжеты. Вот, например, Равенна, мавзолей Галлы Плацидии. Сегодня он называется мавзолей. На самом деле это был храм, придворный храм святого Лаврентия. И здесь изображён тоже Христос в виде доброго пастыря. Вот он опирается на крест, как на посх, а вокруг него овечки. То есть постепенно, это V век, постепенно формируется уже какой-то изобразительный ряд, уже более богатый, чем в катакомбах. Или, например, вот эта церковь Осиос Давидес в Фессалониках, тоже V века, мозаика, где Христос изображён в виде юноши. Он уже не как пастух, он уже юноша, сидящий на радуге. Радуга ещё с Ветхого Завета и символ Завета. Вот радуга появилась, когда Ной её увидел, да, и прекратился потоп. Вот это такой важный, значительный символ. И здесь изображён юноша в императорских одеждах, об императорских одеждах мы ещё скажем, вот со свитком, свитком пророчества Христе. И в мандорле света. То есть так стали изображать Христа в виде молодого человека. Потому что, опять же, языческое ещё сознание вчерашних язычников знало, что боги юные и прекрасные, потому что у них вечная молодость. И воскресший Христос, которого не узнавали, тоже как бы является вот в таком обновлённом виде безбородовый юноши. Вот это же мы видим в VI веке, вот в знаменитой базилике из Равенны святого Виталия. Здесь Христос раздаёт венец святому Виталию. Но здесь уже более богатая символика, не только у этого образа, но во всей этой базилике. Мы уже видим Христа, сидящего на сфере. Потом он найдёт в историю как образ Христа Космократора, то есть управляющего всей Вселенной. И тоже он в императорских одеждах. Потому что он царь царей, он небесный царь. И вот такие, ну здесь он немножко коричневый, на этом слайде выглядит, но это такой вот так называемый пурпур. То есть это одежда императора, потому что в древнем мире цвета были не просто модный цвет в этом сезоне. Цвета были сословные. И, скажем, император одевался в одеждах пурпура, такого тёмно-красного, почти с фиолетовым оттенком цвета. Это самый драгоценный был такой цвет, потому что из моллюсков добывался. Очень дорогой краситель был. И вот с таким золотой каймой, идущей от плеча до самого низа, так называемый клав. И вот Христа стали изображать в императорских одеждах, чтобы показать, что он царь царей, и он вот выседает на небесах как император. То есть начинает формироваться уже иконография Христа. Шестой век – это самая, можно сказать, середина Вселенских соборов. Вообще, если рассматривать, как формировалась иконография, то она формировалась ровно, так сказать, параллельно тому, как формулировались догматы и формировалось православное богословие. И святые отцы рассматривали икону не просто как иллюстрацию священного писания, хотя было такое выражение церковное искусство, как Библия для неграмотных. Но такое тоже было, конечно, это для просвещения, для назидания, потому что не так легко было прочитать священное писание, как сегодня мы можем в книжке читать, в основном слушали, сам вона. Но святые отцы понимали это гораздо глубже, понимали как визуальный эквивалент вот того же самого словесного выражения веры. Поэтому семь вселенских соборов, на которых рассматривалась основа веры, то, что мы называем догматами, он заканчивается седьмым вселенским собором, на который утверждается догмат об иконопочитании. И вот VI век – это как раз тот век, когда формулируется так называемый халкидонский догмат, догмат о том, что Христос есть истинный Бог и истинный человек. Вот до этого там с ирианской ересью боролись, с нестырианской ересью. И вот, наконец, халкидонский догмат, он приходит вот к такому пониманию, как во Христе божественное и человеческое соединяется. И тут же мы видим VI века икону, так называемый Синайский спас, потому что эта икона происходит из монастыря Святой Екатерины, где мы видим такого, можно сказать, идеального человека, но человека явно, так сказать, божественным величием. Опять же, на слайде не очень хорошо видно, но он облачён в одежды вот такого пурпурного цвета, причём здесь два оттенка, верхний более синий пурпур, а нижний более красный, потому что разные оттенки были. И мы потом увидим, что вот эта модификация соединения красного-синего, оно будет потом более ярко выражено в более поздних иконах, чтобы показать, что соединяется небесное, что символизирует синее, и земное в нём, что символизирует красным цветом. То есть человеческая природа и небесная природа, божественная природа. Ну, красный – это ещё и царский, и в то же время образ крови и так далее. Вот мы видим тоже золотой клав на плече и так далее. Благословляющий жест, который восходит, кстати, к жесту ораторскому, потому что Христос приходит как слово, Он говорит. И поэтому вот эти два пальца, поднятые вверх, – это древний ораторский жест. Потом он перетолковывался в жест благословения. И Евангелие у него в руке, потому что он, собственно, приходит, это и книга жизни, и Евангелие его учения, которые он приносит. То есть вот уже в VI веке мы имеем практически сформулированный догмат, и сформулированный образ Христа. Да, вот, нимб, нимб тоже не придумали христиане, но это, так сказать, всегда был ещё в древнем мире атрибут божественной жизни, потому что круг – символ вечности, и круг – сияние и так далее. Но нимб Христа отличается всегда тем, что у него внутри крест, крещатый нимб. Вот, в более поздних памятниках мы даже будем видеть буквы «Оон», что значит «сущий», то есть «единосущность отца, я отец одно». Вот, то есть это божественная, опять же, подсказка. Вот, ну, потому что Христос приходит для того, чтобы искупить этот мир, а искупление совершается на кресте, поэтому крест, вписанный нимб в круг – это очень важный символ и такой знак именно иконографии Христа. Дело в том, что иконы появились не сразу, вот сразу появились украшения внутреннего пространства – мозаики, фрески и так далее. Но уже там начинает формироваться христианская иконография, как мы видели. Но уже как бы она вот в таком формулированном виде появляется именно в иконах VI века. До этого мы особенно даже икон и не знаем. Скорее всего, вот именно в это время появляется образ не как сопровождение только литургии, потому что, как и в катакомбах, изображение как бы из проповеди, из литургии вырастает, и в храме тоже оно как бы обрамляет литургии, а как самостоятельный моленный образ. Вот, и где-то это появляется к VI веку. Ну, идёмте дальше. Если говорить об иконографии Христа, то она, конечно, вот как бы сформулированная, как и догмат о Христе, да, сформулированная, не меняется. Так вот, в своих основных элементах иконография Христа не меняется на протяжении всех уже полутора тысяч лет, да, вот если начиная с VI века. Всегда будет, как на этой прекрасной, я считаю, одной из прекраснейших византийских мозаик из Святой Софии XIII века мозаика, где мы видим вот крещатый нимб. Здесь красный цвет одежды, он ещё сопровождается золотым асистом, золотым сиянием, как бы ещё, так сказать, усиливается вот это вот сияние божества. А синий цвет, вот благословляющий жест, Евангелие в руках. И вот очень важно, потому что на той иконе там не так это видно, что изображение, образа Христа всегда соединяется с надписью. И СХС, Иисус Христос, да, это довольно важно, потому что Христос есть Слово Божье, и Его имя – это тоже есть элемент очень важной исповедания. Нет другого имени под небом, которым мы должны спастись, так, как говорит Священное Писание, устами, кажется, Петра в деяниях апостолов. И это очень важно. Имя, имя всегда будет сопровождать икону. Это тоже очень-очень важный момент – Слово и образ. Вот Христос есть Слово, которое становится образом видимым, и это очень важно для христианского мировоззрения. Более того, икона утверждается как образ для молитвы, а то, что нарисовано, изображено на иконе, или в данном случае на мозаике, потому что когда мы говорим слово «икона», «эйкон» значит изображение. И в древности «эйкон» этим словом всякий священный образ назывался, будь то на доске, будь то на священном сосуде, будь то на стенах храма и так далее – это всё «эйкон». Сегодня мы сужаем это значение. Мы ещё поговорим вообще об этом термине. Но сейчас мы говорим о главном образе, потому что самое главное для святых отцов во время Вселенских соборов было сформулировать отношение ко Христу, во что мы веруем. А если мы утвердились, во что мы верим, значит, мы это можем изображать, чтобы этому молиться. Поэтому для святых отцов было очень важно, чтобы изображение соответствовало тому, что мы исповедуем. Ну, если мы перейдём к русским иконам, то здесь мы увидим стилистически немножко другие моменты, но канонически или, так сказать, догматически, богословски – всё то же самое. Христос, который предстаёт перед нами с нимбом, но здесь крещатый неплохо рассматривается просто потому, что это сверху басма. Вот тоже такая красноватая одежда, такая пурпурная, синий верхний плащ гематий, благословляющий жест. И здесь Евангелие открыто, да, потому что Евангелие может быть закрыто, может быть открыто, всё зависит от, так сказать, контекста. Но интересно, что когда открывается Евангелие, то там всегда избирается очень значимый текст. Или там «Я есть путь истинная жизнь», или «Я отец одно», или «Придите ко мне все труждающие, обременённые, я успокою вас». То есть, опять же, очень важные слова Христа, которые как бы передаются через этот образ для того, чтобы мы восприняли это как, так сказать, для предстояния молитвы. Идёмте дальше. Вот чтобы не быть голословным, вот это современный образ. Вот видите, мы с вами посмотрели из разных веков и из разных школ. Вот самый ранний, синайский образ, потом образ расцвета византийского искусства, образ 15 века русский, тоже вершина, одна из вершин древнерусского искусства. Вот современный образ. Вот практически меняется стилистика, меняется художественный язык. Художественный язык не стоит на месте. А вот эти элементы очень важны, которые, собственно, и говорят нам, что это Христос, да, вот остаются красный хитон, синий гематий верхний плащ, крещатый нимб, благословляющий жест. О жестах можно особо поговорить, но все жесты благословляющие. И вот как раз открытый Евангелие, где написано «Придите ко мне все труждающие, все обременённые, и я успокою вас». Вот, это очень важный момент. То есть, когда мы рассматриваем икону, очень важно видеть, что меняется, а что остаётся неизменным. Вот сегодня очень любят слово канон. Канон – это правило, да. Канон, когда-то называли такую трость, которую измеряли, да. Вот канон – это вот как раз вот эти элементы, которые позволяют нам увидеть, что это именно Христос, да, то изображение, которым мы предстоим, значит, это образ, у которого есть прообраз, да. И этот прообраз здесь верно отражён. Кстати, интересно, что в древности не было молитвы, освящающей иконы. Она появилась только поздно, в XVII веке. Вот, а как раз написание имени и было освящением иконы. То есть, как бы имя освящало икону. То есть, если икона соответствует, потому что часто очень, так сказать, это делалось, особенно для важных икон, в присутствии епископа. Епископ благословлял, да, это соответствует вере христианской, вере церкви, значит, здесь можно написать Иисус Христов. А если, так сказать, не соответствует, то, значит, нельзя написать. То есть, вот, это было очень важным моментом. Вот, сегодня-то мы рассматриваем так, в обычном нашем таком обиходе, что молитва о священии делает просто не священный предмет, а священным. На самом деле, это не закладывалось. В XVII веке, просто когда появилось такое рыночное производство икон, вазами возили на рынок иконы, и вот, чтобы, так сказать, не было каких-то еретических икон, неправильных икон, нехудожественных икон и так далее, ввели вот эту молитву. Ну, идёмте дальше. Потому что, вот, как я сказала, что все священные изображения в древности именовались эйкон, образ, то есть святой образ, образ, который имеет прообраз, то есть он что-то нам передаёт, да, что-то он нам показывает. Это не отражение земной реальности, как в реалистической там живописи, а это отражение небесного отечества, иной реальности. И поэтому вот в храме, сам храм тоже является некой иконой, пространственной иконой, да, иконой Царства Божьей, иконой Вселенской, вот той, которая управляется Христом, поэтому всегда, так сказать, сверху Христос Пантократор, ну, древности, по крайней мере, было. Вот, и тут эта Вселенная, которая населена святыми, здесь и святые, и Богородица, и так далее, ангелы, и так далее, да, и поэтому храм – это тоже икона, вот. Храм – это одновременно и вот как раз развернутая Евангелие, да, церковное искусство, как Библия для неграмотных. То есть откуда все сведения человек черпал? Из храма, потому что сюда он приходил, он слышал Слово Божье, он созерцал Слово Божье, да, вот, он даже вкушал Слово Божье, да, потому что он принимал самого Христа под видом вина и хлеба. Вот, мы знаем знаменитую фразу отца Павла Флоренского, которая говорит, что храмовое действие – это синтез искусств. Но на самом деле здесь более глубокий синтез, здесь синтез слова, слово, которое все наши чувства задействуют. Слово созерцается, слово слышится, да, для слуха, слово осязается, потому что вот это в восточном христианстве это особенно, вот это вот прикосновение к святыне, да, ну, часто прикосновение, ну, как бы, целование святыни, ну, не обязательно иногда просто в каких-то традициях, даже восточно-христианских, это просто касание святыни, ну, вот, как бы, физически почувствовать вот иной мир, да, ну, и, как я уже сказала, и вкушение святыни, да, то есть это, как бы, вот такое, как бы, созерцание и вхождение с образом иного мира вот через все вот эти искусства. В то же время храм – это и книга, да, потому что вот действительно все знание о человеке, о Боге, о космосе, да, о мире человек черпал из храма. Это была действительно книга, Библия для неграмотных, вот, ну, и для грамотных тоже, потому что мы и сейчас говорим, как читать икону, да, как читать росписи, да, вот это чтение, да, вникание в этот смысл. И сама книга тоже, вот сейчас в данном случае я вам показываю «Астромировая Евангелие», одной из первых древнерусских книг замечательных, она тоже украшалась очень красиво образами, обязательно заставки были, обязательно изображения евангелистов и так далее, она тоже рассматривалась как храм слова, то есть храм, слово, икона, это всё, так сказать, переплеталось, потому что Евангелие называли словесной иконой, а икону называли живописным Евангелием, вот, понимаете, вот для древнего человека он был более цельный, чем мы, он как бы всё собирал воедино, и икона ему, конечно, помогала, но если вот древнерусский ещё язык мы можем прочитать, то греческий только для знатоков, а если я вам показал какой-нибудь свиток еврейского, так сказать, свиток еврейского, там, Ветхого Завета, наверное, вообще бы ничего не могли прочесть. Поэтому вот это вот чтение, оно сегодня для нас очень важно, как научиться читать икону, как научиться её понимать. Идёмте дальше. Когда мы видим иконописца, это замечательный иконописк, к сожалению, уже почивший, отец Алипий, мы видим, что он пишет образ Христа. И нам кажется, что он действует так же, как действует любой художник. Он берёт кисточку, бывает, так сказать, берёт краски, бывает, что он пишет на доске, но икона может быть, ну, как привычно на доске, но икона может быть и на холсте, икона может быть там и на керамике, икона может быть ещё на каких-то носителях, просто как-то утвердилось, что вот на доске, потому что это самый прочный материал и самый такой долговечный, и, так сказать, с транспортировки и так далее. То есть, ну, вот так сложилось, что больше всего икон именно на досках. Вот. И он кажется нам, таким же художником, как любой другой. Вот мы видим художника, который пишет, скажем, пейзаж, да, вот Петербург, Петропавловская крепость. Но иконописец отличается отличается от художника очень сильно, потому что иконописец выражает веру в церкви. Это как раз то самое православное мировоззрение. Вот. Поэтому иконописец, который не имеет, скажем, литургического своего опыта, молитвенного своего опыта, ему труднее написать икону, он будет только внешние формы копировать, да, вот, как, ну, человек, который не знаком с предметом. Но здесь дело даже не в этом, а дело в том, что он не имеет права внести туда свою фантазию. Ведь светский иконописец, он говорит, а я так вижу, да, мы иногда, ну, здесь вот реалистический художник, более или менее иногда, ну, там, посмотрим, как Пикассо или там ещё что-нибудь. Он говорит, а почему у тебя там как-то так не так нарисовано? А я так вижу. И он имеет право, он создаёт свои миры. А иконописец, он свидетель. Он не даже творец, он свидетель. Он свидетель, вот как мученик-свидетель, да, слово «мортирус» – это прежде всего было свидетель, а потом уже оно стало нагружаться темой мученичества, потому что первые свидетели Христа, они были мученики. И апостолы, и их ученики, и так далее. Поэтому он свидетель. И поэтому он скорее похож на евангелиста. Вот Астромировой, то есть это Евангелие Хитрово, где евангелист Матфей пишет, что он пишет? Он пишет свидетельство Церкви о жизни Христа. Четыре Евангелия – это не четыре отдельных повести, которые написали отдельные какие-то авторы. Это записанное свидетельство Церкви. Только двое из них, и то под большим вопросом, библисты даже со мной не согласятся, точно считается, что они были реальными свидетелями Христа. Матфей и Иоанн. И то там, я говорю, есть споры. А уже Лука и Марк, они самого Христа не видели, но они слышали свидетельство апостолов. Они записывали все с чужих слов. И собственная Церковь избрала только четыре Евангелия, потому что это свидетельство наиболее полно и наиболее достоверно. Потому что в Евангелии существует очень много. Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуда и так далее – это все атрифические вещи, которые даже некоторые были запрещены, некоторые допускаются к чтению и так далее. Потому что там фантазии. Вот евангелист не имеет права на фантазии, он свидетель Церкви. Он не от себя пишет. Он свидетельствует о вере. И точно так же иконописец. Он свидетельствует о вере Церкви. Да, он может художественно внести что-то свое. Кто-то более графический, какой-то стиль у кого-то, у кого-то более живописный стиль, у кого-то преобладают одни цвета, другие. Хотя и цвета тоже символически четко распределены. Но есть вот эта художественная свобода. А вот богословской свободы особенно нет. Если это только, конечно, не особенный случай, как, скажем, в случае Строицы-Рублёва, но это отдельный разговор. Так что пишет иконописец? Он свидетельствует о чём? Ну, мы скажем, он свидетельствует о Боге. Потому что вера, вера в Бога, вера Богу и так далее. Но если мы говорим о том, как изобразить Бога, то, наверное, нам не иконописец нужен, а вот какой-нибудь художник вроде Малевича, который изобразил белый квадрат, как чистую метафизику. Потому что Бога никто никогда не видел, свидетельствует евангелист Иоанн. И действительно, Бога изобразить нельзя. И тот запрет, который был ещё в Ветхом Завете, вторая заповедь Деколога Моисеева, святые отцы подчёркивали, что этот запрет также свят и для нас. Но меня спросят, как же? А Бог Отец? А как же так? Это всё поздние образы, это отдельный разговор. Седьмой Вселенский Собор, как раз отвечая на выступления иконоборцев, как раз подчёркивал, что мы не изображаем Бога Отца по плоти, потому что Он не воплощался, но мы изображаем Христа, Бога воплощённого. Поэтому только, как Христос и сказал, видевший меня, видел Отца, Бога можно изобразить в виде Бога-человека, то есть как сам Бог себя явил. Иоанн Дамаскин, один из таких защитников иконы, он так и говорит, что вот икон, икона, вот это такая, как я уже своими словами могу сказать, такие ступенечки схождения образа к нам, потому что Бог, который не имеет образа, посылает своего сына или сам воплощается, так и так, так сказать, верно сказать, не имеющий образа, обретает образ в Иисусе Христе, видевший меня, видел Отца, так говорит Христос. Но Отец мой больше меня. Поэтому Иисус Христос, вот это замечательная, конечно, икона, которая приписывалась когда-то Андрея Рублёва, сейчас уже исследователи считают, что это другой мастер, это неважно, ну, знаменитый Безвенигородский Спас, одна из, может, лучших русских икон. Вот она, вот эту всю красоту Бога-человека нам представляет по халкидонскому догмату совершенного человека и совершенного Бога. Итак, Бог, не имеющий образа, сходит к нам, являет нам свой образ. Поэтому и апостол Павел говорит о нём как об иконе. Он говорит, что он есть образ Бога невидимого, и он употребляет слово «эйкон» в посланиях. Вот. Для апостола Павла, который ещё не видел никаких икон, для него икона была сам Христос. Понимаете? Поэтому, изображая Христа, мы изображаем всю полноту Троицы, потому что это от Духа Святого рождённый, вот, посланный Отцом, да, Сын Божий. То есть вся полнота Троицы явлена. Ну и человек, который приходит в этот мир, он тоже в Писании назван иконой. В самых первых главах Бытия говорится о сотворении человека. И там есть такие слова. Вот первая глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему». Да, там в еврейском языке другое слово стоит, но по-гречески это слово «эйкон». Вот. «По образу нашему и подобию нашему». И в следующем стихе сказано «И сотворил Бог человека по образу своему». Уже святые отцы задавались вопросом, а куда делось подобие? Да? Задуман человек как образ и подобие, а сотворён как образ. И они же отвечают, что образ дан, а подобие задано. То есть человек должен достичь этого подобия. То есть в него вложена частичка божественного. Но он свободен, он может выбрать божественное, а может пасть низ, как он, собственно, и пал. Поэтому вот человек – это тоже икона. Но если Христос – это совершенная икона, то человек – это как бы потенциальная икона. То есть он должен проявить в себе этот образ. И вот такое маленькое существо рождается, но уже в нём есть частичка божества. И уже его можно назвать иконой, хотя бы потенциальной. Но и мир тоже назван иконой, потому что это образ мудрости Творца, красота, которая является тоже замысел Божий о мире. У великого поэта русского тётчего есть такие слова. Когда придёт последний час природы, состав частей разрушится земных, всё зримое вокруг покроет воды, и Божий образ отразится в них. Но мы знаем, что уже святые отцы говорили, что человеку дано две книги для познания Бога. Книга Писания и книга Творения. По Писанию мы знаем о милости Творца, по творению о его мудрости. То есть с самого начала природа, сотворённый Богом мир, а он сотворён был прекрасным, увидел Бог, что хорошо весьма, как говорит нам опять же книга Бытия. Это тоже один из, можно сказать, образов Бога. Через это тоже и философы, и поэты познавали, богословы познавали через природу Бога. Ну и сама, я, конечно, всю эту ступенечку, лестницу, которую Иоанн Дамаскин в своём сочинении «Два слова против порицающих святой иконы», он там более детальную такую лесенку выстраивает, но я её немножко сократила, для того, чтобы было понятно. Вот Бог, потом Христос, потом человек, и, собственно, потом икона, как творение уже человеческих рук, но которая имеет тоже всё равно тот смысл, что она проявляет нам прообраз. А прообраз – это сам Бог, Бог, который является нам во Христе, Бог, который может раскрыться или не раскрыться в человеке. И поэтому икона нам даёт представление вот о мире божественном, о его замысле, о замысле о человеке, каким должен быть человек, потому что святой мы называем святых преподобными, то есть те, которые достигли вот этого подобия, образа и подобия, как мы говорили. Когда, опять же, если вернуться к апостолу Павлу, в послании к Галатам он говорит так, «Дети мои, я снова в муках рождения, покуда не изобразится в вас Христос». То есть о чём он говорит? Это ещё никаких икон не было, но он говорит о том, что в каждом человеке должен проявиться Христос, должен проявиться вот этот замысел Божий о нём лично. Вот, и поэтому вот я взяла непосредственно икону Андрея Рублёва, который держит в руках икону Троицы, ну вот, и вот действительно иконописец – это свидетель, который через образ свидетельствует о первообразе. Поэтому очень важно, чтобы как бы этот иконописец понимал, что он изображает, да, вот выражал действительно веру, как она сформулирована ещё святыми отцами. Ну, если говорить так вот в историческом развитии, мы знаем, что есть такое как бы представление, что первая икона создана нечеловеческой рукой, да, спас нерукотворной, да. Есть такая легенда о том, что вот когда заболел некий царь Авгарь, вот он послал своего слугу, чтобы привезти Христа для исцеления его, ну, естественно, спаситель не мог пойти, как он говорил, я послал к погибшим мопсам дома Израилева, ну, чтобы не оставить, так сказать, больного без исцеления, он попросил чистой воды, чистое полотенце, омыл своё лицо, вытер полотенцем, и на этом полотенце изобразился его лик. Вот здесь мы видим на иконе XIV века из Средниковской галереи прекрасный образ вот на спасноубрусе, то есть на полотенце. Действительно, в Средневековье почиталось много образов на ткани, которые так или иначе люди возводили вот к тому самому первому образу убруса, того, который Христос приложил к своему лицу. Но на самом деле всё это восходит не просто к убрусу, к полотенцу, а к плащанице. Она сегодня именуется Туринская плащаница, на которой изображён не только лик, вот здесь мы видим слева так, как она реально видится, с таким смутным изображением, а на правой стороне это негатив. Вот так впервые её увидел фотограф Секонду Пио в конце XIX века, когда были изобретены негативы, и он впервые её снял. И тогда более чётко увидели действительно этот лик. Но она почиталась всегда. Эта ткань, она на самом деле имеет протяжённость. Мы всегда на иконе видим такой запелён этого Христа, когда его кладут во гроб. На самом деле евреи хоронили на куске ткани, частью которой прикрывали тело при погребении. И точно так же отразилось на этой плащанице спереди и сзади тело. Его изучали, действительно ткань I века, хотя до сих пор ходят всякие слухи и разночтения по этому. Но такие наиболее авторитетные учёные по-разному, через всякие спектральные анализы, через даже частички пыльцы на ткани и так далее, на самой ткани, всё-таки утверждают, что это I века плащаница. А значит, она могла принадлежать Христу. И тогда действительно мы понимаем, что первый образ, первое изображение Христа было нерукотворным. Но потом оно разошлось в разных изображениях. И вот оно хранилось действительно в Эдессе. Потом в 944 году ткань переносится в Константинополь, а там почитается. А потом, когда Константинополь разгромили крестоносцы, она пропадает и потом уже появляется в Европе. Ну, эту историю, наверное, многие читали. Но если говорить, что действительно у иконы был прообраз, что икона тоже не появилась, ну, как произведение искусства, ниоткуда. Вот сами изобрели христиане. Христиане, кстати, ничего не изобретали, потому что фреска, мозаика до них существовала. Они в это вкладывали просто новое содержание. Так вот, такой прото-иконой можно назвать фаюмский портрет. Но фаюмский портрет – это погребальный портрет. То есть это такие дощечки с изображением вот таким портретным. Часто говорят даже исследователи, что их делали даже при жизни человека, а потом уже, когда он умирал, его, значит, в Каире, собственно, фаюм это под Каиром найдены были эти в Египте портреты, вот, их вымуровали в мумию. Вот. И вот действительно, если мы смотрим на эти портреты, они где-то тоже вот сам, ну, рубеж первого века нашей эры, вот где-то так первые портреты датируются, и где-то они просто существовали до 4-5 века уже нашей эры. И они с это похожи. Вот даже часто на золотом фоне, да, вот с переличенными глазами, очень похожи. Но это о смерти. Вот человека уже нет. Это как вот для нас сегодня фотография ушедшего человека. Мы смотрим на него и как бы вот вспоминаем. Вот. Икона немножко про другое. Она как раз, может быть, даже считается некоторыми исследователями, что первые иконы появились даже не столько спасителя, вот именно как иконы, сколько мучеников, вот тех самых свидетелей, да. То есть мученик умирает, но пишется его изображение для того, чтобы показать, что он живой, живой в Царстве Божьем, да. Немножко как бы другие акценты проставлены. Но техника абсолютно та же. Техника инкаустики писалась без грунта почти что на иконе, на доске, без павлоки. Вот то, что потом, так сказать, уже более сложная техника была в Византии, написание и в Древней Руси, когда там делали грунт, левказ, потом павлоку наклеивали, там ковчег делали. Нет, первые иконы очень простые, но они делались из очень прочной краски. Вот инкаустика – это такой расплавленный воск, который потом схватывается, и он действительно довольно прочный и сохраняется долго. Вот перед нами тоже икона из Синая, апостол Пётр, над ним Христос, Иоанн – богослов юный и богоматерь. И вот действительно есть, собственно говоря, такая преемственность художественная. Но, повторяю, что, конечно, нагрузка богословская, такая художественная остаётся, конечно, преемство, но вот идеологически это уже другое. Ну вот тоже замечательная икона Синая, о нём бедатируется VI веком, богоматерь с ангелами и святыми Фёдором и Георгием. Здесь Божья Матерь представлена как Царица Небесная, и здесь мне хотелось бы показать, вот мы смотрели, как в иконе Христа отразилась, вера во Христа, как совершенно у Бога, совершенно у человека, как в иконах Богородицы отражается учение церкви или православное мировоззрение и понимание вот этой мариологии, вот учение церкви о Марии. Ну, здесь самое раннее изображение, но уже она сидит в таких синих одеждах, потому что синий, повторяю пурпур, тоже императорская одежда, там такой спектр был от тёмно-красного к сине-фиолетовому, поэтому иногда синий, иногда красный, но это всё имеется в виду пурпур, вот у неё такие красные сапожки, тоже это привилегия была, только цариц носить вот такие красные сапьяновые сапожки, ну и Христос младенец в золотых одеждах, золото, это тоже символ божественного, здесь тоже всё проявляет. Давайте посмотрим, как рождалось тоже изображение Богородицы. Самое первое изображение Богородицы тоже мы находим в катакомбах, вот в катакомбах пресциллы или прескиллы по-разному пишут, конец второго, начало третьего века есть вот это изображение, женщина с ребёнком, рядом стоящий мужчина, который указывает наверх, а на дне звезда. Вот, собственно, эта звезда и дала возможность исследователям как бы выдвинуть гипотезу, что перед нами изображение не просто женщина с ребёнком, а именно Богородица, потому что звезда будет всегда сопровождать изображениях Божьей Матери. Звезда Вифлеемская. Вот, единственное, спорят, кто этот мужчина, да, пророк Влам, который сказал, взойдёт звезда Давида, да, как пророчество о Мессии, или это Исаия, который сказал, сидел в очреве, примет ради цина, да, такое тоже пророчество о Христе Ветхозаветное, или, может быть, Иосиф, потому что из этих трёх фигур уже в катакомбах складывается изображение Рождества и поклонение волхвов, и так далее, и так далее. То есть всё равно, опять же, тема Богородичная. Вот, ну, в тех же катакомбах находится изображение так называемых Арант. Ну, есть мужские фигуры Аранты, есть женщины Аранты, да, Арант, молящийся, Аранта, молячая яся, да. Вот, это не обязательно Богородица, но этот жест, древний жест, которым ещё Моисей молился в битве с Малекитянами, которому ему было сказано, что пока ты держишь руки, значит, Израиль будет побеждать, да, вот, но рядом женщина с ребёнком, то есть явно здесь тоже какая-то, так сказать, прото- или уже зарождающаяся иконография Богоматери, потому что вот этот жест потом войдёт в одну из самых, так сказать, центральных, таких иконографий Божьей Матери, Аранты, молящийся, или знамени, как мы будем говорить. Вот. Вот, ну, во всяком случае, кстати, есть изображение, где прям Богоматерь, молящаяся в катакомбах, вот я почему-то её не представила, где прям подписан у неё Христос на груди и Хаэр подписан, то есть это первые буквы имени Христос. Но во всяком случае, вот основные иконографии тоже начинают зарождаться в катакомбах, но потом, конечно, они сформировались уже в более позднее время. И мы сейчас рассмотрим три основные иконографии Богоматери, как в них отразилось тоже вот это вот православное учение. Ну, вот это вот Аранта, вот этот жест мы видим на Богоматери, которая получила название Знамени. Её иногда называют Аранта, поскольку молящийся жест, да, жест молитвы. И Знамени. Откуда Знамени? Да, Знамени вот из того самого, я уже упоминала, пророчества Исаии, который говорит, сам Бог даст вам знамение, знак, некий знак. Вот, все девы родит, примет в очреве, родит сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит Бог, с нами Бог. И вот это пророчество, это пророчество о Мессии и одновременно о Деве, которая его родит, о Богородице. Поэтому вот эту икону тоже именуют Знамени. И она выражает собой Бога воплощение, потому что, что является центром православной веры? Вера в Бога воплощение, что Бог становится человеком, Слово Божье обретает плоть. И вот круг, в котором изображен младенец Христос на груди Богородицы, это одновременно и Вселенная, космос, вечность, вот там эти звездочки даже нарисованы, откуда приходит Христос, и одновременно Илона Богородицы. И в церковных песнопениях часто говорится о том, что чрево твое шире небес, то есть оно вместило, ты вместила невместимого. Потому что тайна действительно великая, как Бог входит в Лона Богородицы и там формируется, становится человеком. И здесь мы видим вот эти самые звезды, звезды на челе и на плечах Богородицы. Они обозначают и Гевельемскую звезду, но почему их три? Потому что она трижды непорочная. Вера, так сказать, Богородицу, как не просто женщину, но женщину особую, деву, деву и мать. Она непорочно зачела, непорочно родила, непорочно умерла. Тут еще, видите, у нас тут Херувим и Серафим, потому что, согласно песнопению, Богородица превыше Херувимов и Серафимов. И то есть мы видим такой визуальный образ, который полностью соответствует и гимнографии, и богословию, и всему тому, что церковь понимает под образом Богородицы. И вот здесь очень интересно, что даже в младенческом образе мы видим в крещатом нимбе как раз вот эти буковки греческие ООН, ООМЕГА, ОМИКРОН, Н. Что значит Сущий? Ведь это имя пришло к нам из Ветхого Завета, когда Господь говорил с Моисеем из тернового вот этого горящего куста. Вот. И когда он спросил «как тебе имя?» Он сказал «имя мне сущий есть Яхва есть тот, кто есть, был и будет само бытие». Вот. И получается, что имя в Ветхом Завете данное проявляется, то есть тот Бог, который говорил с Моисеем, он здесь воплощается, то есть опять же образ подчеркивает единосущность отца и сына. Вот. Идемте дальше. Ну вот такой еще такая иконография, да, это знаменитая Ярославская Аранта или Великая Панагия, как ее называют, тоже замечательный образ из Третьяковской галереи, где она представлена в таком в ростовом изображении. И здесь то же самое мы видим. Вот. Ну здесь еще особая нагрузка такая литургическая, потому что она стоит на таком коврике, так называемым орлец, как стоит епископ во время молитвы. А епископ олицетворяет собой церковь. Там, как Киприан Карфагенский говорил, где епископ, там и церковь. Вот. И здесь она тоже олицетворяет собой церковь. Это были в древности в основном алтарные композиции. То есть вот Богородица она как дала через ее плоть обрел человеческую плоть Христос, так и телой. Церковь называется телом Христовым. Это еще послово апостола. И вот это как бы олицетворение еще и церкви. То есть в одной иконе, видите, как много нагрузки на образ Богородицы. И та, которая как бы способствовала Богу воплощению, и та, которая несет этот, как церковь несет Христа миру, так и она несет. Второй образ, вообще интересно, их три основных образа, их можно соединить с христианскими добродетелями. Вера, надежда и любовь. То, во что мы верим. Верим в Боговоплощение. И вот знамени показывают Боговоплощение. Надежда, на что мы надеемся, на что надеется христианин? Надеется на Христа. И эту надежду поддерживает Богородица. Потому что если Христос сказал, есть путь истинной жизни, то Богородица, как ее называли, Оди Гитрия, путеводительница. Вот она и на него показывает. Это знаменитая икона Дионисии с Третьяковской галереи, где вот такой торжественный образ. Христос восседает как на ее руке, на руке Богоматери, как на троне, он тоже в золотых одеждах, с благословляющим жестом, а она показывает на него. То есть вот надежда, вот это воплощение надежды. Вот. Ну, внутри этого образа бывают как бы разные модификации. Вот здесь более интимный образ, там более торжественный. Это Тихвинская, где они чуть-чуть повернуты друг к другу, как бы они между собой общаются. Но вот этот жест указания Богородица, он неизменный, потому что Адигитрия это путеводительство, она помогает человеку идти ко Христу, да, она не есть спасительница, она помощница, ходатайца, да, а спаситель сам Христос. И вот это тоже выражается в иконографии. Понимаете, вот это очень важный момент, потому что иконография была сформулирована вот в тот момент, когда боролись с ерестями, уклонение в какую-то, так сказать, сторону, да, ортодоксия это образ прямого пути, потому что ортус это не только правильный, но и прямой. И вот собственно иконографии, они формировались, чтобы у человека в молитве тоже формировалось правильное мировоззрение, правильное отношение вот к тому или другому образу, образу Христа, образу Богородица, святого, там, праздника. Третий образ олицетворение любви, вера, надежда, любовь. Ну, любовь это, конечно, Елеуса, милостивая, вот знаменитая наша, наверное, самая красивая икона, она греческая, но, так сказать, сопровождала все, так сказать, всю историю российскую, конечно, икона Владимирской Божьей Матери, вот поближе прекрасный этот лик, ну, от 12 века сохранились, собственно, только лики, но она прекрасна, конечно, вот эта любовь Бога-человека, любовь матери к сыну, и вот это молитвенное общение, и вот выражение такой любви и человеческой, и божественной. То есть, опять же, вот вера, надежда, любовь, вот так вот выражается в иконографии Богоматери. Ну, вот это русский вариант, так-то, греческое, написано в Константинополе, вот это попроще, но не менее, так сказать, прекрасная русская такая, Богородица, где вот это вот действительно соединение, вот общение в любви матери и божественного сына очень хорошо выражено. Ну, вот такая тоже, где соединяется тронный образ, как царица небесная, и толкская икона и вот эти вот объятия, объятия любви. Вот, то есть икона Богородицы, это тоже не просто изображение, это визуальное богословие, визуальная мариология, если хотите. то есть через иконы, ну, по крайней мере, вот древние иконы, нам дается понимание, кто такая Богородица, да, и почему мы перед ней молимся. Ну, есть ряд икон, так называемый, акафистных, то есть где основой становится не столько богословие, сколько гимнография, хотя сама гимнография, сама гимнография, это тоже богословие, но в поэзии, да, вообще богословие само по себе поэзия, да, не случайно, и богословами названы только три человека в истории вообще православной мысли. Это Иоанн Богослов, Григорий Богослов, который тоже писал гимны в честь Троицы и Христа, и Симеон Новый Богослов, это вот святой, живший на рубеже 10-11 века, такого начального сихасского времени, вот, тоже вот писавший гимны, то есть облекавший именно в поэзию вот все представления, так сказать, о Боге, Христе, человеке и так далее. Так что гимнография, это тоже наряду с иконографией, они и параллельно формировались примерно в одно и то же время, вот тоже в эпоху Вселенских соборов, вот, и вот тексты гимнов тоже становились, ну, может быть, не сразу, со временем, более поздний период, но становились сюжетами для иконы, вот как это «А тебе радуется» замечательный гимн, который включен в литургии Василия Великого, вот, и здесь представлен, так сказать, вот, сон святых, там сказано, что «А тебе радуется благодатная всякая тварь» и ангельский хор, и вот здесь ангелы стоят как хор, и человеческий род, вот человеческий род приславляя, и сравнивается Богоматерь с храмом и с раем словесным и так далее, и вот это все изображено, поэтому вот в иконе может отразиться и гимнография. Давайте посмотрим, как сам человек отражается в иконе, потому что Христос все-таки Бога-человек, да, он изображается по плоти человеческой, божеству его мы предстоим, потому что они не раздельны, не слияны, но и не раздельны, и божественны даются в символах, вот, Богоматерь тоже непростая женщина, родившая Бога, поэтому, у них зеркальные одежды, потому что вот если вернуться к Богоматери, ну вот здесь зеленоватые, но неважно, нижние туника и чипец синие, а верхняя одежда красная, а у Христа наоборот, нижняя одежда хитон красный, а верхняя одежда синяя, потому что Христос, человек, ставший, то есть Бог, ставший человеком, а Божья Матерь земная женщина, родившая Бога, да, вот здесь вот даже в одеждах есть вот такие вот переклички, вот, а когда мы говорим о человеке, да, вот, ну святой это абсолютно земной человек, но он святой не потому, что он небесный житель, он уже потом как бы становится небесным жителем, а он прожил свою обычную жизнь, да, но стал святым, да, вот достиг этого подобия, да, ну вот, вот, например, да, новгородская икона, где три святителя, Василий Великий, Антолтаут, Григорий Богослов, ну посмотрите, как древнерусский изображает человека, да, это невесомое создание, да, потому что он весь наполнен светом, его ризы светлые, на ликах тоже отблески света, это, здесь нет ничего такого телесного, не потому, что они бесполые, бестелесные или там еще какие-то, а потому что это изображение духовного тела, вот есть тело душевное, говорит апостол Павел, есть тело духовное, и вот это вот духовное тело, преображенное тело, прежде всего, да, пронизанное светом, И изображает икона. Вот если мы посмотрим, как в античности изображено тело. Вот Ника Симопракийская. Это в здоровом теле здоровый дух мы вспоминаем. Действительно, это красивое тело. Вот эти вот так называемые приёмы мокрых одежд. Когда одежда облепляет тело, она даже подчёркивает, не скрывает эту красоту тела. Нас даже не смущает, что тут у Ники нет головы, нет лица, нет рук. А вот тело всё равно прекрасное. Вот это бы ценилось в античности. Ведь христианство рождается в поздней античности. И они прекрасно знали все эти положения. И в здоровом теле здоровый дух. Они, правда, знали другое. Как кинеки и стойки говорили, что тело наше – это темница для души. Другая крайность. Кольт тела, олимпийские игры, спорт и так далее. Ну, были и философы, которые презирали тело. Вот апостол Павел находит средний путь между ними. Он говорит, что тело ваше – храм Духа Святого. Что вы храм на самом деле. Но в то же время сокровище своё я ношу в глиняных сосудах. Например, глиня, но на самом деле по-древнерусски скудельные сосуды. То есть хрупкие сосуды. Хрупкие. И вот смотрите, как тела изображены, тот же самый, из того же ряда новгородских таблеток, вот три святых пустынники, да, где вот обнажённые тела. Это редко бывает иконе, но они изображают. Вот как они изображаются, да, хрупкие, да, вот такие, ну, как бы субтильные. Потому что не тело важно, важен дух, который в них живёт, да, а дух в них сильный, конечно, конечно. Вот это духовное тело, духовное тело. А вот так изображает тело Казимир Малевич, мы уже сегодня вспоминали. Да, кстати, у него был период, который он сам называл иконным. Он из иконы очень много взял, но его взгляд, конечно, был совершенно своеобразным. Вот, но здесь вот он тоже показывает вроде бы тело, которое, ну, не похоже, да, вот на, там, Нику Самофракийскую, уж тебе более на какие-то там реалистические изображения, да, вот такое условное тело. Но вот здесь вот нет лица. Вот иконы невозможны без лица, потому что самое главное в иконе – это лик. Вот, ещё мы поговорим, что такое лик. Вот, а здесь нет, здесь вот такая вот, такое непонятное что-то. И сразу вспоминается стихи Мандрештама. «Дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим? За радость чистую дышать и жить, кого скажите мне благодарить?» Да, христианин он, конечно, был, он знал, кого благодарить, но он показал эту растерянность человека XX века перед своим существом, да, именно в XX веке человек задумывается, кто я, что это, где основаемые основания и так далее, да. Человек без свойств, да, был такой даже роман. Кто я? Вот, понимаете, это как бы альтернатива иконе, это другое, другое понимание. Если человек христианской культуры понимает, что тело – это храм Святого Духа, да, это сосуд скудельный, да, оно, может быть, потом, так сказать, отомрёт, но будет новое тело, потому что христианство верит в то, что человек воскресает в теле, но это какое-то другое будет тело, как Христос проходил сквозь стены и так далее, да. Вот, при этом он ел с учениками, то есть это таинственно, но это есть, и икона это отражает. Икона может быть предельно абстрактной, да, то есть вот, опять же, невесомые тела. Вот, можно сказать, на этой иконе XIV века Бориса Глеба, то есть почти плоское тело, тело, да, вот если не взять ликов, потому что лики всё-таки так и всегда более так пишутся объёмно, ну, с некоторым поворотом на объём, ну, вот, намёком. А так, можно сказать, почти абстрактно написанная вещь, но иконы не существуют без ликов, вот, потому что именно мы смотрим на лики святых, и лики перед нами представят в древности, и старообрядцы, кстати, до сих пор называют иконы лики, вот, и лики всегда подчёркиваются. Давайте посмотрим, как изображает реалистическая живопись человека, да. Вот знаменитый портрет Ареста Кипренского, да, который написал Пушкина, вот, и сам Пушкин, глядя на него, сказал, себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит. И он понимал, что здесь не сколько он изображён, сколько просто образ некого идеального поэта. Вот там у него муза сзади стоит, и вот он так вот, шарфик у него, и он куда-то устремлён, и ему больше нравился портрет Тропинина, где он в халате, где он обычный и так далее. То есть он иронично относился к себе и к этому портрету, вот, потому что действительно портреты, вообще, как бы, живопись, когда мы говорим, что художник имеет более свободные, так сказать, художественные возможности, человек может изобразить идеального человека, реального человека, да, но реального больше может фотографии изобразить, да, вот, или, там, карикатурного человека, да, какой-то исказить человека и так далее. Икона изображает то, как человека видит не он сам, не общество, да, вот здесь вот в данном случае, как бы, как поэта видел общество, да, а как человека видит Бог. А как человек? Мы же не знаем, поэтому условный язык иконы. Но мы знаем, что о человеке Бог задумал. И поэтому вот эта реализация в святых задумки Бога, когда человек воплотил все чаяния Бога о себе и своё предназначение, вот тогда человек становится святым. И тут можно вспомнить Павла Саренского, который говорил, что у человека есть как бы три своего рода ипостаси. Лик, личина и лицо. Лицо – то, как мы видим себя, друг друга, как мы выглядим, там всё отражается, и настроение, и наше самочувствие и так далее. Личина – это то, как мы хотим выглядеть, такая маска. Или как общество на нас смотрит, там девушки себе нарисуют что-то на лице. Мы хотим как-то выглядеть. Некая маска. А лик – то, как видит человека Бог. И вот это изображает икона. Прежде всего, Христос, потому что Христос явил не только Бога, но и человека. Он совершенно человек. Именно на него человек равняется. И святой, как мы говорили, да, покуда не проявится в вас Христос, как говорит апостол Павел. Вот. И святой тоже – это лик. То есть вот это проявление самого светлого, самого глубинного, вот такого, что действительно задумано о человеке Богом. Вот. Давайте посмотрим, как по-разному, ну, потому что можно сказать, что живопись – это, вернее, икона – это тоже живопись, это религиозная живопись. Но есть религиозная живопись, скажем, западная, да, или, скажем, ну, там, академическая живопись, да, там другие приёмы и по-другому всё рассматривается, да. Да, вот если даже сравнить религиозную картину и икону, то мы даже увидим совершенно разные подходы. Вот икона изображает именно православное мировоззрение, да, а живопись, она может не противоречить православному мировоззрению, но там другие задачи. Вот я специально рядом поставила два распятия. Распятие Эль Грека. Это прекрасный художник, кстати, начинал, как иконописец. На Крите, ну, вот потом уехал на Запад, учился там у Титсана и так далее, и уж, вы знаете, да, в Испании прославился. Прекрасный, духовный очень, вот, но совершенно другие задачи. Вот картина, она ставит себе задачу как раз, наоборот, показать как можно ближе к тексту Евангелия. Вот как сказано, что тьма пала от часа шестого до часа девятого, и вот действительно тьма, да, вокруг сгущается Христа. Вот Эль Грека изображает агонию Христа на кресте, когда каждый мускул напряжён, и внизу все плачут, да, Богоматерь залампывает руки, с удивлением взирает на умирающего Христа ученик, вот, и даже ангелы присутствуют, да, и все плачут. И вот этот вот момент вот свершилось, вот одна минута, да, одно мгновение, остается мгновение, да, вот это вот. То есть исторически всё верно, текстуально всё верно, но дальше этого нету. Вот всё заставляет на одном миге. Совершенно по-другому изображает иконописец, в данном случае прекрасный Дионисий. Ну вот, икона из Павловнорского монастыря, который сейчас хранится тоже в Третьяковской галерее. Христос стоит на кресте совершенно без напряжения. Это как такой росток нового древа жизни. Он раскинул руки не сколько в страдании, сколько в объятии любви этому миру. И здесь золотой фон, светлый, да, свет. Вот, конечно, есть тоже драма-трагедия, потому что Богоматерь буквально падает на руки женщин, которые её поддерживают. Поникший, совершенно потерянный ученик, такой взирающий сотник Лонген. И даже ангелы плачут. А сам Христос уже предвкушает свою победу. Он уже входит в эту победу. Это уже не только о распятии, но и о будущем воскресении Христа. Сам колорит икона об этом говорит. Он не тёмный. Тёмное место здесь только внизу, вот эта вот пещерка с черепом и костями. Потому что Голгофа по традиции считал с могилой Адама. То есть Христос вот как бы этим Христом пробивает вот эту преисподнюю туда. Он уже в неё туда сходит почти. И на некоторых иконах прямо видно, как кровь с ран Христа капает на голову Адама. Он его оживляет. Адам тот, который вверг человечества своим непослушанием, царство смерти. А новый Адам, как называет его апостол Павел, он сейчас побеждает эту смерть. И как в пасхальном песнопении поётся, крестом радость прииди всему миру. То есть крест из орудия самой страшной казни становится символом Христовой победы. И вот это вот Адам, который здесь представлен в виде черепа и костей, на иконе Воскресения уже Христос будет его за руку поднимать из гроба. Понимаете? Вот уже в этой иконе речь идёт не только о распятии, не только о страдании, но о страдании, которое становится спасением, которое преображает этот мир. То есть Христос уже побеждает. Если на картине Грека Христос умирает, то здесь уже он практически воскресает. Вообще, если говорить о иконе, то она вся пронизана светом. В иконе вы никогда не увидите тени, которые отбрасывают тела, вы не увидите никогда тёмного, даже Рождество. Мы привыкли, что Рождество вроде происходит ночью. Даже мы поём песни «Тихая ночь» и так далее. А на самом деле даже Рождество и всё, любой праздник, присутствие, всегда пишется в ярком свете, потому что это всегда пишется с точки зрения Бога, с точки зрения вечности. И вот перед нами прекрасная икона, которая приписывается Феофану Греку, «Преображение» из Переславля-Залесского, где вот этот цвет преображения всё заливает. Сияющая мандорла, сияющая одежда Христа, вот эти лучи, которые расходятся в разности, на горках, на одеждах этот цвет. И вот цвет – это, можно сказать, главный герой иконы, потому что всё в божественном свете, всё перед лицом Бога. И, собственно, и святые тоже, как в известной песне поется, «Кто светил, тот и свят». Вот это вот свет, который сияет. И вот свет тоже становится очень важным свидетелем иконы, потому что преображённая плоть, она, значит, светящаяся, значит, она источающая свет. Вот этот замечательный образ, который хранится в Эрмитаже Христоса XIV века. XIV век – это вообще время так называемых сихасских споров, когда как раз спорили о фаворском свете. Что же наблюдали апостолы на горе Фавор, когда Христос преобразился? Что это был? Физический свет? Или это свет умозрительный? Или так далее, и так далее. И вот слово «эссихазм» восходит к слову «молчание». Это были сихасты-молчальники, то есть люди, которые уходили созерцать свет внутрь себя, там смотрели, как, так сказать, постигали божественный мир. И вот они считали, что как раз через свет мы и имеем соприкосновение с Богом. Когда сами становимся светом, видим этот свет, этот сияет. И вот в иконах тоже, особенно XIV века, прям подчёркивает этот свет. Вот смотрите, как сияет лик Христа на этой иконе, да, он прямо оттуда, внутри сияет этим светом, да. Вот этот свет падает вот из этих глаз и освещает и его плоть, и руки там, и так далее, да. Вот это вот свет, самый главный в иконе, на светлом фоне она пишется всегда, это золотой фон, ну там в русских иконах золотой реже, потому что это всё-таки золото, это дорого, светлый фон, или там делали красный фон, который тоже, в общем, как огонь божественный и так далее, да. Или вот, как сказано, и праведники сияют, яко светило, да. И вот лик прекрасной Богородицы из Благовещенского собора, который приписывается Феофану Греку, ну, в всяком случае, это греческий мастер явно, вот, и мы видим, как формируется сам лик, он формируется этим светом, светом, который идёт не снаружи, да, это не свет, как реалистическая живопись, лик рисует, как светотень, да, а здесь свет, который сияет изнутри. И это тоже очень важно, это тоже мировоззренческий момент. То есть Бог есть свет, и нет на нём никакой тьмы, да, говорит Евангелие, вот, Евангелист Иоанн в послании это говорит. И это очень важно, потому что вот так икона выражает, что именно светом человек спасается. Бог приходит как свет, да, разгоняет всякую тьму, и святой становится светом, и сияет для других. И свет, так сказать, вот этот распространяется, и, собственно, задача христианства именно, так сказать, преобразить этот мир, преобразить этот мир вот этим светом Христовым. Свет Христов сияет для всех, да. Вот. Ну и последняя икона, на которую я хотела бы закончить, это Рождество. Я хотела показать вам, как в одной иконе собирается множество символов, тоже не просто так, это не просто иллюстрация евангельского рассказа о Рождестве, он, конечно, здесь присутствует, но здесь гораздо больше, потому что, во-первых, икона собирает разные события, да, и волхвов, которые идут, да, это в одном Евангелии, там пастухи, там, если в волхвах говорится у Матфеева, в пастухах у Луки, вот, здесь и апогрифический сюжет, вот, женщины, которые омывают младенца, здесь и беседа Иосифа с пастухом, ну и в центре, конечно, этой всей вселенной, Богородица, лежащая на ложе, заметим, красном, вот, и пещерка, где волы и осёл, значит, наклонились над лежащим младенцем. Вот когда-то меня один маленький мальчик спросил, а почему Богородица на этой иконе, а это часто бывает на иконах Рождества, не смотрит на своего ребёнка, не смотрит на своего сына, к чему она от него отвернулась? Ну, у Богородицы такой жест, который можно видеть и в распятии. Иногда она прям за щеку себя держит, иногда вот на груди руку держит. Это жест скорби, потому что она рождает младенца, но она и проведет его следующую дальнейшую судьбу. И в русских иконах это особенно подчёркивается, что ясли имеют форму гроба. И младенческие пелены здесь прообраз тех пелен, которые будут уже при погребении Христа взрослого, снятого с креста. То есть тем самым икона показывает, что в Рождестве начинается земной путь Спасителя, который закончится на кресте и погребении. Вот, и поэтому пещера Рождества есть прообраз пещеры гроба Господня. То есть тем самым как бы икона соединяет всё Евангелие, начало и конец земного пути Христа. Но ведь мы знаем, что на этом Евангелие не заканчивается. И поэтому ангелы, которые заглядывают, вот есть ангел, который благовестует пастухам, а есть ангелы, которые заглядывают в пещеру. И точно так же ангелов встретят Джон и Мироносицы. И ангелы им скажут, что Христос воскрес, не ищите живого среди мёртвых, что вот эта пещера будет пуста. То есть тем самым как бы икона пытается собирать вот эти вот евангельские смыслы, как раз такие смыслы, относящиеся к спасению, воедино, чтобы даже через один образ человек вот собрал всё это мировоззрение воедино. Чтобы он сразу понял, о чём говорит Евангелие, о чём говорит Церковь, о чём говорит православное богословие. Вот, поэтому и Евангелие, то есть икону часто называли вот как бы живописным Евангелием или богословием в красках, да, вот, потому что это не просто фантазия или какая-то, так сказать, художественная, какой-то образ, а это именно выражение вот православного мировоззрения, православной веры, православной догматики и православного богословия. Конечно, вот мы видели, что что-то меняется, художественный язык меняется, потому что это икона Псковская, а там, скажем, Новгородская, там Рождество будет чуть-чуть по-другому сделано, но все эти смыслы, они сохранены. А там икона, скажем, XX века, она будет тоже свои особенности иметь, но все эти смыслы будут сохранены, потому что, повторяю, есть что-то неизменное, да, есть вот то, что называется каноном, да, есть меняется, ведь утверждились эти каноны. Это не каким-то документом, даже никакой собор не их не утверждал. Они утверждены в практике самой церкви, истории и самого иконописания, для того, чтобы с изменением понимания там эстетики, красоты, каких-то художественных особенностей не менялся смысл, чтобы икона всегда была свидетелем вот того самого неизменного евангельского смысла. Ну вот, я думаю, что на этом мы закончим. Спасибо большое. Сегодня мы обошлись без вопросов, но я думаю, что они будут в следующий раз. Может быть, вы немножко расскажете, о чем будет следующая лекция? В следующий раз мы поговорим о иконоборческом периоде, потому что это очень важно, как спорили и о чем спорили иконоборцы и иконопочитатели, и как, собственно, вырабатывался вот этот вот язык, и что понимали святые отцы под этим, потому что это был очень большой кризис, я бы сказала, но благодаря тому, что все-таки победили иконопочитатели, мы имеем такое прекрасное искусство. Отлично. Об этом мы будем разговаривать 31 октября, а на этом мы заканчиваем. Спасибо большое всем, кто посоединился. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok